Действительно, если, например, респондент проживает в кантре 17, то есть Исландии, то по нулевой функции он получит минус 0,426, по единичной он получит 4,87. То есть по данному конкретному слагаемому здесь скор будет выше, чем здесь. То есть будет выигрывать первое значение, то есть членство профсоюзе. Давайте рассмотрим значение скорс для произвольно выбранного респондента с некоторыми значениями переменных предикторов. Допустим, я сгенерировал произвольно взятого европейца, который живет в Польше, поэтому по поводу кантри у него только одно значение, единичное, который имеет контракт, но не уточняется, он ограниченный, точнее, который не имеет контракта, не имеет контракта трудового, который работает в частной фирме, который живет в пригороде крупного города, который доверяет людям выше среднего, удовлетворен работой выше среднего, который счастлив скорее, который часто, чаще среднего делает, занимается тем, что ему нравится, и который встречается с друзьями несколько раз в месяц. Вот человек с такими характеристиками скорее не участвует в профсоюзе, потому что у него больше баллов по столбцу неучастия в профсоюзе. И, наконец, мы должны убедиться, что наши предикторы не коррелируют между собой. Для этого я скопировал сюда матрицу корреляционную и задал условиям в условном форматировании меньше или больше 0,5. Ни одно значение, кроме диагональных, не выходит за границу 0,5 по модулю. Таким образом, у нас нету сильных корреляций линейных. И последняя табличка похожа на дисперсионный анализ, но поскольку дискрим-анализ и дисперсионный анализ, они очень близки. И показывает нам как раз средние значения по каждой переменной в каждой из двух групп. Для не участвующих в профсоюзе, они скорее не живут в стране 17, и в стране 8 не живут, и в стране 11 и так далее. Они скорее имеют, точнее работают в частной фирме, поскольку больше единицы.